МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа будет вкусна. Каждый раз, хотела сказать, 31 декабря мы ходим в баню, ну, практически так и есть, но я немножко о другом. Каждый раз, когда Катя появляется в нашей программе, я могу предположить, что речь пойдет о выставке ярмарки нашего УПР-27, о том, что будет интересного и оригинального в этом году. То есть мы подводку каждый год делаем одинаково, а вот наполнение другое. Давайте представлю официально. Да, мы репетировали. У нас в гостях Екатерина Чабан, начальник отдела торговли Комитета торговли потребительского рынка пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края. Комитета торговли пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы запомнить, как это должно звучать? Неделя. Неделя. Ну, шорт, мне еще тренироваться. Да ладно, хорошо. Но поскольку на вашей совести, в хорошем смысле слова, то событие, которого уже традиционно ждут не только хабаровчане, жители края и гости города, давай вот немножко ретроспективу, прежде чем мы озвучим сегодняшнее меню. Итак, в первый раз, когда мы с тобой встречались, мы говорили о том, что будет такое интересное масштабное событие, которого до этого никогда не было. Местные производители объединяются, выходят со своей продукцией, которая дешевле от 10 до 20, а некоторые 30-50% скидку делали. Нет, в первую ярмарку у нас было от 10 до 15. А, это на вторую уже прям тогда? Да, потому что на вторую там начали, людям понравилось? Конечно. Производителям понравилось? Всем понравилось. Рестораторам понравилось? Многие, в принципе, узнали, что у нас есть некоторые производители, оценили это качество, и мы подружили, получается, производителей и покупателей. Да. Хорошо. При этом все еще это было масштабно, при этом съели ухи. Много. Аж на целый рекорд. Аж на целый рекорд. Да. И, казалось бы, в принципе, можно остановиться. Но нет. На следующий год вроде как уху уже все ели, вот, поэтому нужно было что-то новенькое. И придумали собственный бренд нашего региона Кусун. Ну, на самом деле, бренд мы придумали, немножко даже помасштабнее было, потому что бренд появился в тот момент, когда мы представляли регион на Восточном экономическом форуме. В этот же год. Настолько он получился удачным и успешным, что решили всю эту историю развивать. Знаете, вообще сама, сама идея с региональным брендом, она настолько хорошо сыграла, настолько понравилась как жителям, так и гостям. Потому что, когда мы были на ВЭФе в позапрошлом году, когда вот впервые появился этот напиток, у нас были очереди, мама дорогая. То есть, знаете, кто-то за креветками, а кто-то за Кусуном стоит. Я сейчас серьезно, это не шутка, потому что всем было интересно попробовать, что это такое. Одно название чего стоит. Смотрите, появился холодный чай Кусун из Дикоросов. Да. В прошлом году, опять же, на фестивале мороженого был установлен еще один рекорд по единовременному массовому употреблению холодного чая из Дикоросов. Рекорд России. Вполне официальный и зарегистрированный. И, казалось бы, в принципе, ну и молодцы. Но у нас на столе лежит еще Кусун. А это что такое? Пошли дальше. Мы же говорим про бренд. А бренд не может заключаться только в одном чае. Сегодня у нас есть линейка мясной продукции. Вот так это выглядит, да? Абсолютно натуральные компоненты, потому что, когда мы запускали этот бренд, мы приняли для себя решение, собрали производителей и коллегиально приняли решение, что это будет продукция натуральная. Может быть, она будет немножечко дороже. Но там будут только натуральные ингредиенты. Но она будет натуральная, да. Сегодня у нас есть чай. Сегодня у нас есть шесть видов мясной продукции. Три из них представлены на столе. Вот то, что, кстати, вот в этих вакуумной упаковке, эта продукция называется сувид. То есть, грубо говоря, это уже готовое. Это просто открыл и съел. Да, подогрел в микроволновке и съел. Это филе курицы в облепиховом маринаде. Очень дальневосточно. Ну, правда? Да. Вот. И самое интересное, что семейство бренда увеличивается. Увеличивается. Очень скоро. Очень скоро. У нас появится вода артезианская. Кусун. Кусун. Вода газированная, негазированная. Чистая, полезная. Очень актуально сегодня водить. Водиться. Да. Потом у нас появится молочная продукция. Мы уже тоже над этим работаем. То есть, мы линейку расширяем. И все-таки придерживаемся той позиции, что это все-таки полезно, что это натурально, что это по-настоящему, что это дальневосточно. Угу. Хабаровского края, но и производители из Приморья у нас уже есть. Вот как раз таки вода у нас будет приморская. Вот так вот, да? А сейчас вот нет такого легкого чувства ревности, да? Потому что вроде бы как наше. Или мы все-таки говорим дальневосточное? Дальневосточное. Надо просто масштабнее мыслить. Да. Но все знают, что это из Хабаровского края. Но инициатива-то Хабаровского края. Конечно. Рекорд в Хабаровском крае. Ну, знаете, теперь можно сказать, что мы даже столицу Дальневостока привлекли к этому. Ну, в принципе, так можно было говорить всегда, просто. Ага, не будем об этом. Вот. Итак, у нас есть сегодня курица в облепиховом маринаде. У нас есть, что еще? У нас есть еще колбаса запеченная с грибами и гречкой. Вот такая тоже, кстати. Два в одном сразу. Два в одном. И колбаса, и как бы и первый, и второй, и компот. А компот, кстати, открыт? Открыт. И колбаса здесь, и гречка, и грибы. Вообще, на самом деле, уникальное сочетание, потому что, ну, с гречкой, колбаса с гречкой. Да, колбаса с гречкой. Вот. И также у нас еще сегодня здесь есть шейка свиная в клюквенном маринаде. Это тоже продукция Сувит. То есть мы, грубо говоря, открыли, подогрели, и можно кушать с гарнирчиком, с овощами. Сувит – это способ низкотемпературного приготовления в вакууме, который позволяет сохранить все полезные свойства продукта и оставляет продукт уникальным, мягким и вкусным. И еще я хочу добавить, что я сама, как человек, который следит за своим питанием, вот я покупала тоже филе курицы, очень удобно. Я купила, и вот этого кусочка мне, ну, у всех по-разному, но мне хватило, допустим, на три дня. То есть я его купила, разрезала на три части, гречечку сварила. Да все понятно, на три дня, конечно. И он… Сейчас какой-нибудь мужчина смотрит на нас, который смотрит взаимодействие. Нет, ну мужчине, ладно, на два раза можно. Нет, он такой говорит. Перекус. Нет, ну, слушайте, ну здесь-то… А, давай сколько граммов? Давай, мне просто интересно, сейчас подожди, мы сейчас посмотрим. Вот здесь, наверное. Да. Сколько? То есть 550 грамм. 550 грамм. Ну, полкилограмма. Ну, нормально, полкило уже. Полкило, это как бы можно. Ну, на два раза можно. Я к чему? Я к тому, что вот, в принципе, если, допустим, нет времени, чтобы готовить или нету настроения… В театрах разовое питание, понедельник, среда, пятница. Да, вот. Как раз я разрезала на три кусочка, сварила там гречечку себе, овощей, и очень даже, как человеку, который следит за своим питанием, очень удобно. Я поняла, мы сейчас все начнем следить за твоим питанием, за своим питанием. Еще есть черемшой. А мы сейчас что с этим будем делать, скажи? Так, что мы с этим делаем? Продукт готовый, можно просто погреть и сесть, и поесть, в принципе, но не сегодня. Но нет. Да. Мы сейчас это вскрываем. Мы немножечко это для бархатистой корочки на гриль и сделаем из этого очень вкусные сэндвичи. Будет сэндвичи с курицей. У нас будет груша со свининой, да, странная немножко. А, это очень вкусная теска. Ты знаешь, вообще-то во Франции с беконом грушки и ничего, вполне себе, очень даже. Да. Это такое блюдо а-ля французской кухни, а-ля. Да, и мы задействуем колбаску, мы тоже ее на гриле пройдем сие, и будет такая небольшая. А давай тогда начнем с нее. Почему? Потому что гриль у нас задействован несколько раз, да, неоднократно. Вот смотрите, я слила маринад, и сейчас вот так вот выкладываю. Ну да, тут нормально. Тут даже, видишь, два кусочка курочки. Пахнет очень вкусно. Я хочу сказать, что он на вкус очень вкусный. Она такая, вот я фанат курицы на самом деле, она получается и не жирная, но при этом она не сухая. Она такая сочная, но видно, что она вот достаточно диетическая. Я сейчас буду засыпать тебя вопросами, но в режиме блица, да, то есть короткий вопрос. А там как получится ответ. В этом году выставка-ярмарка объединит не только проект наш Убор-27, но и его дочерний проект, фестиваль мороженого. И все это будет проходить в два дня. Да. Спасибо за ответ. Очень сейчас было понятно все. Это пройдет в июне. Да. Это будет очень масштабное мероприятие. Если в прошлом году мы поставили еще рекорд по посещаемости, он, правда, не был зафиксирован, потому что мы на него не подавались. Мы поставили рекорд, кстати, по выдаче мороженого. Здесь немножко такой социальный вопрос, да, то, что мы детям выдавали мороженое и тоже зафиксировали рекорд. Мы выдали больше 16 тысяч бесплатных порций мороженого. В этом году мороженое раздавать будем? Будем. Много. Целый вертолет. Целый вертолет мороженого? Прилетит целый вертолет мороженого. Настолько оказалась актуальным вся эта история с мороженым, что мы в этом году увеличили количество порций и практически в два раза. Скидки от производителей. Скидки от производителей будут в обязательном порядке. Более того, они будут увеличены до 50%. То есть мы сейчас... Причем, я хочу сказать, это инициатива самих производителей. Ну, потому что, смотри, я правильно понимаю, нет участия, не знаю, нет логистического плеча очень большого, да, нет участия огромных запосредников. Нет магазина. Поэтому они продают по той цене, по которой произвели. Ну, фактически, да, получается, то есть мы убираем магазинную наценку, мы убираем наценку производителя, да, то есть на самом деле производители сейчас уже понимают, что это уникальный шанс, который, ну, по факту выпадает раз в году, настолько себя хорошо прорекламировать, что даже там наценка там в один-два процента, она окупает себя. Более того, буквально вот сейчас утро я разговаривала с одним из наших производителей, и он готов вообще в ноль. Он позвонит, говорит, я, мне вот настолько интересно, я готов в ноль. Мне главное, чтобы люди могли попробовать наш уникальный продукт действительно по достойной цене. Хоть пусть это будет два дня на ярмарке, но попробовать люди должны, потому что это качественно, это натурально, и это очень вкусно. И это будет в отдельной зоне кусу. Вот, разрезай тогда вот их все пополам, я буду укладывать на гриль, ты потом будешь за ними следить, переворачивать. Смотрите, то есть у нас будет отдельная зона вот этого бренда, семейство разных продуктов, разных линеек. Все это можно будет купить централизованно, правильно? Централизованно, да, недалеко от, скорее всего, недалеко от выдачи ухи будет стоять брендированная зона, такая большая. И там такой будет небольшой магазин бренда Кусун. А ты сказала недалеко от выдачи ухи. Ухе быть? Ухе быть. Куда без нее? Уха у нас будет народной. Давай я немножко такую завесу приоткрою интриги. Я не знаю, можно об этом говорить или нет, но если что, я думаю, ругаться-то никто не будет. И насколько я знаю, что в этот раз у жителей края будет возможность поучаствовать в создании ухи. Да, я больше хочу сказать, у них уже есть такая возможность. Уже сейчас в нашем инстаграмме объявлен конкурс. Мы предлагаем всем жителям поделиться своим рецептом ухи, потому что уха достаточно традиционная для нашего края блюда. Но каждый все равно готовит по своему. Но каждый готовит по своему. У каждой хозяйки на кухне есть свои маленькие секреты. Мы предлагаем жителям делиться этими секретами. И самый интересный и нестандартный способ приготовления ухи мы внедрим на набережной в июне. Вот так. То есть сегодня можно поучаствовать в конкурсе, а в июне, мало того, что по вашему рецепту будет приготовлена уха, так вы ее еще и примете участие в ее приготовлении. Вот так. Так, мы чуть-чуть попозже дадим ссылку на аккаунт, чтобы можно было туда зайти, посмотреть, познакомиться с условиями конкурса. Вот, однозначно можно найти в интернете информацию на эту тему. Да, обязательно. То есть тут вопросов нет, можно подключиться на этом этапе легко. А до какого момента можно принимать участие в этом конкурсе? Пока конкурс идет, и скорее всего он еще в марте будет идти. Потому что мы понимаем, что рецептов много, кому-то нужно подготовиться, и мы вот еще, ну февраль уже заканчивается, в марте мы еще будем принимать эти рецепты. Я правильно понимаю, что будут разбирать эти рецепты и профессиональные повара в том числе? Обязательно. Мы отдаем на суд нашим. Вот у нас традиционным остается команда шеф-поваров, лучшие рестораны, повара уже опытные, которые уже у нас принимали участие в приготовлении ухи. Они все рецепты посмотрят. Скорее всего, это будет не вот прям взяли, да, рецепт целиком, а какие-то интересные фишечки будут добавлены. Мы не будем сильно затягивать с этим конкурсом, потому что у нас на примете еще один конкурс с еще одним супер-призом. Но это уже будет касаться мороженого. А мы расскажем про это? Обязательно. Да, мы можем сказать. Сейчас мы проведем конкурс на рецепт ухи. Победитель сможет принять участие в приготовлении той самой традиционной знаменитой ухи. А затем мы объявим конкурс, и победитель сможет встретить у вертолета волшебника. Лично. Лично. Вместе с ним. Вместе с ним проехать до главной сцены и с ним подняться на сцену. С самим волшебником. Те, кто вдруг, я не знаю, есть ли такие люди среди наших зрителей, те, кто вдруг не был в прошлом году на фестивале мороженого, 205 тысяч человек примерно посетило за два дня это мероприятие. И желающих поближе хотя бы посмотреть прилет волшебника. Потрогать его. Потрогать волшебника. Было такое количество, вот, знаешь, как в сказке. Да. Очень много, скажем так. Поэтому право лично встречать вместе с журналистами волшебника достанется победителем конкурса. С учетом того, что есть определенные правила безопасности, и мы не можем всех подпустить к вертолету, да, то этот человек будет настоящим счастливчиком, как мне кажется. Так, перекладываем обжаренную колбаску. Смотрим рекламу, а потом будем делать гарнир и приступим к сэндвичам. Такая вина. На гарнир мы решили подать просто зелень, заправленную маслом, можно добавить ореховый соус, ну, какой угодно. Сейчас самое главное, нарезать курицу, да, и тоже ее поджарить. Да, мы ее немножко, так как у нас это сэндвичи, да, бутерброды, то ее нужно как бы немножко пластом нарезать. Что называется. Это попробуем сделать аккуратненько. Она невероятно мягкая. Очень нежная, очень сочная. Я бы уже начала, честно говоря, есть. Подожди, рано. А, подожди, прежде чем мы курицу обжарим, давай чуть-чуть. Надо хлебушек немножко припустить, да, чтобы он был такой... То есть хотя бы с одной стороны. ...с порочкой. Угу. Сколько производителей в этом году будут принимать участие? Ну, я думаю, что не меньше тех. У нас в прошлом году было практически 200 мест торговых, и не меньше, чем в прошлом году, мы думаем. Уже на самом деле, вот я в прошлый раз, мы уже об этом говорили, очень... Когда мы готовили первую ярмарку, мы, конечно, всех зазывали, уговаривали даже в некотором плане, потому что люди не понимали, что это вообще за формат такой новый, и что от них хотят, и как... Чем им это все выльется? Ага. А в прошлом году уже как-то было повеселее, мы начали всех звать, ну, и получали просто такой хороший положительный отклик. А в этом году мы даже еще не успели сказать старт, давайте заявки, нам уже начали звонить, а когда заявки подавать, а куда? И у нас уже сегодня порядка 30, уже даже, по-моему, больше, чем... Больше, больше. Больше 30 производителей хотят участвовать, и это не только производители наши Хабаровские, я хочу сказать, к слову. Уже и Приморья у нас подают заявки, хотят участвовать, хотят проводить какие-то конкурсы, свои мероприятия там. Готовы давать скидки, готовы в нескольких точках стоять. То есть, на самом деле, инициативы очень-очень много. То есть, я знаю, что будет одна точка притяжения буквально вот сразу с момента, когда вы попадаете на территорию выставки, это рыбный рынок. Рыбный рынок, да. В прошлом... Что это за проект рыбный рынок? В прошлом году он у нас был в небольшом таком виде своем. В этом году мы решили сделать полноценную такую хорошую зону. По аналогии, как это было на Восточном экономическом форуме, да, у нас есть очень хороший пример. Просто большинство жителей Хабаровского края там не были. Не были. Поэтому мы решили показать, как это происходит. Мы сейчас приглашаем компании, которые будут там реализовывать, да, свою продукцию рыбную. И дополнительно там будет работать целый ресторан, который будет готовить всякие рыбные вкусности с рыбой, с морепродуктами, который будет показывать мастер-классы, как из чего, что можно сделать. То есть это отдельная такая вот площадка. Отдельный мир буквально. Стилизованная, да, отдельный мир, где можно быть и купить рыбку, и покушать, и посмотреть, как ее приготовят, и чему-то, может быть, научиться, может быть, где-то рассказать что-то свое. Вот. Сейчас мы ее пытаемся наполнить какими-то активностями, может быть, аквариум туда поставим, чтобы было интересно. То есть еще фишечки какие-то дорабатываются, да? Еще фишечки обязательно будут, да. Да, мы сейчас сделаем красивую визуализацию, покажем это, как это все будет выглядеть, и наполним ее еще какой-то смысловой дополнительной нагрузкой. Так, я выкладываю курочку, да? Давай, я сделаю потише огонь. Да, нам буквально ее припустить, потому что она... Она нежнейшая, просто прям даже, знаешь, не припустить, а мне кажется, просто рисунка хочу какого-то. Да, хочется вот этих полосочек. Напоминание о вредной еде. Хочется немножко полосочек. Вообще, насколько я понимаю, объединение двух этих мероприятий крайне выгодное дело. Почему? Потому что, если раньше тематика была, допустим, фестиваля мороженое, все про мороженое, про сладости, про напитки, то сейчас это все вместе, разом, на одной территории. Да, это вместе, разом, на одной территории. Помимо торговых точек мы и мероприятия совмещаем. То есть все вот эти детские зоны, они остаются, они усиливаются. Тот самый знаменитый бассейн с шариками, из которого невозможно было вынуть детей еще три дня после окончания мероприятия. Да, да. Вообще распознать там своего ребенка. Ему быть. Такасало бы для счастья. Вот. Будет шатер волшебника. Однозначно тоже. Одно из самых любимых развлечений. Будет зона для семейного отдыха. Мы ее назвали... Как мы ее назвали? Зона счастливых людей. Да. У нас будет такая лаборатория счастливой жизни. Лаборатория. Да, лаборатория успешной жизни, где можно будет познакомиться со специалистами из разных сфер. Спортсмены, диетологи, нутрициологи будут рассказывать о современном питании. У нас будут детские психологи, чтобы родители могли какие-то векторы для себя найти по воспитанию детей. У нас будут предприниматели и бизнесмены, которые будут рассказывать про стартапы, да. Если вы хотите изменить свою жизнь, как это можно сделать. В общем, обо всем будем говорить на разные темы. Это будет очень интересно, и это будет бесплатно. То есть нужно будет только возможно, да, поскольку пространство ограничено, как ни странно, да. То есть 4000 человек мы туда не посадим. Но, тем не менее, возможность послушать будет у очень многих людей. Приходите. Вот, подробности мы еще расскажем. Как можно будет? Осторожно. Что мне еще нужна? Так, опять, все, перекидываем. Так, смотрите, курицу мы, скажем так, подрисовали вот эти вот полосочки, как хотели. Так, и теперь мы можем заняться соусом. Все, нам грим пока не нужен. Убираем. Ужин нам не нужен. Нет, уже нам нужен. Я предлагаю вот это все вообще убрать. Я предлагаю, знаешь, взять небольшую паузу, потому что если есть возможность угоститься кусуном... Он волшебный. Ты знаешь, мне всегда очень приятно, когда я, уходя из магазина, да, вот, ну, иду мимо кассы и вижу, как люди вот это покупают. Очень было интересно, когда у меня в тележке увидели курсун, я говорю, а где вы взяли? Да, где вы взяли? Я говорю, вот там вот на полочке, пожалуйста. Знаете, мы, говорит, попробовали тогда, говорит, так вкусно? Я говорю, да, замечательно. Люди приехали сюда из другого региона. Они сейчас здесь живут, работают здесь по контракту. Вот, и приехали они в канун фестиваля мороженого. Вот мы разговорились, они рассказали, это было первое мероприятие в Хабаровске, которое они посетили. Вот, и если до этого их родственники провожали сюда со словами, господи, где это, покажите, принесите глобус. И вообще, ну, куда вы едете, там тайга и медведи по улицам ходят. Балалайка. Да, все традиционно, вот, то они, как мы приехали, и буквально через два дня мы оказались на фестивале мороженого. Мы ахнули от того, что мы увидели, потому что такого мы не видели в жизни никогда. А таких мероприятий у нас по Дальнему Настоку на самом деле, таких масштабных? Нет. Знаешь, как приятно было слышать, как они делились своими эмоциями, это очень так зарядило на будущую работу. Так, покусуну немножко. Сразу стало веселее. А давайте-ка поедим, захотелось мне сказать. Я предлагаю, смотри, хлеб у нас поджарен, а нужно сделать соус. Соус. Давай на выбор, потому что ты сказала, что можно сделать со сливочным сыром соус. Угу. Вот, а мужчины, наши операторы говорят, а майонеза туда добавят? А может быть мы туда к майонезу еще добавим вот тот соус, который у нас остался от курочки облепиховой? Да, давай, давай, так и сделаем. Я только за. Так, тогда вот с тебя пару ложек соуса добавить, а я? Тут прям на самом деле, вот если посмотреть, тут прям вот облепишные, вот, облепишка, вот она, на ложке прям. То есть ее просто размяли. И сок натуральный, да? Кстати, он очень хорош в качестве маринада. Я считаю, что технологи, которые разработали этот рецепт, ни капельки не ошиблись. Да, однозначно. И было на самом деле очень много вариантов, то есть компания действительно подходит очень ответственно к этому делу. Были разные, и с папоротником там были варианты, и там еще с чем-то. Не все подходит, не все сочетается. Мы даже сейчас по чаю, да, пробуем, технологи пробуют сделать еще другие вкусы чая, да, потому что, ну, мы не останавливаемся, и компании наши не останавливаются. Немножко так даже воспряли духом, и у них есть интерес, им интересно развивать все производство под этим брендом. И мы сейчас пробуем разные другие вкусы, и вот технологи даже говорят, вот, допустим, чага с брусникой сочетается, да, это хороший вкус, а, допустим, чага с другой ягодой, не буду пока выдавать секреты, уже не сочетается, потому что немножко по-другому оттеняет, да. То есть здесь очень много таких тонкостей, на самом деле, при производстве, и технологи это все учитывают, давай. Немножко, но добавим. Так, давай, наверное, еще. Еще, да, потому что он жидковато у нас получается. Так, я пока нарежу помидорки, потому что они нам туда же, все в дело. И можно будет, наверное, уже начинать собирать, да? Да, я тоже так буду. Кстати говоря, в прошлом году у нас была еще одна новинка на ярмарке. Мы поставили деловую зону. Это вообще уникальный такой формат, потому что, казалось бы, ярмарочное мероприятие, да, такое веселительное, развлекательное, но при этом работала деловая площадка, решались важные экономические вопросы. И участникам настолько понравился этот формат, что они вот погрузились вот в это мероприятие, что они стали, хоть они и сидели там, заседали и важные вопросы решали, но они все равно стали участниками. Потому что обычно вот эти переговоры, да, подписание документов, соглашений, это происходит, ну, где-то в кабинетах. Да, здесь их провели, показав реально производителей, показав, как все может быть устроено, да? И если вы хотите инвестировать, друзья, посмотрите, как это может работать. Как это происходит, да? Ну, а хитрые, да, потому что сначала пропитали их этой атмосферой, напоили, накормили, а потом посадили за стол переговоров. Хитром, хитром, да. Так, тут готово? Все, у нас готово. Можем собирать? Можно собирать. Да, смотри, я тогда предлагаю, вот у нас есть, да, можно пойти двумя путями, смотри. Первый, это вот, ну, как классический сэндвич, двойной, да? Да, чуть-чуть не хватает, так что-то. Тогда уходим от этого варианта. Да, уходим от этого варианта и просто смазываем, кладем. Тогда мы сейчас, знаешь, как немножечко схитрим. Я сверху вот зеленушечки, потом помидорки, а потом курочку. Хорошо будет. Ой, нет, все налево. Так, я беру сразу порезку, куда мы будем все это дело выкладывать, как будем оформлять. Прям вот облепишечка размазывать по хлебушку. Это хорошо, она кисленькая, хорошенькая. Так, хорошо, у нас все в процессе. Давай, наверное, возьму вот такой вот один кусочек и второй, чтобы у нас сэндвичи были такие, знаешь, ну, которые вот прям взял и съел. Вот такие они сочные. Мне прям по-весеннему прекрасно, мне кажется, такое яркое. Слушай, смотри, у нас зона ресторана пользуется всегда огромной популярностью, потому что наши рестораторы стараются сделать фестивальное меню. Да. То есть, даже если вы приходите к ним в ресторан, вы можете не найти тех блюд, которые будут представлены... И тех цен. Да. Ну, это мы уже поняли. Да. Что работа ведется. Ну, на самом деле, очень важно, я хочу сказать. Ну, честно сказать, да. Я по себе знаю. Времена такие, что обращаем на это внимание самое пристальное. Да. Так. Все, берем курочку, да, и прям туда. Да, да. Так, еще возьму помидорку. Быстренько. Слушай, мне кажется, наши рестораны должны взять на вооружение. Я думаю, мы внедрить этот бутерброд должны. Да. Сейчас. Ребят, кто там будет в ресторанной зоне, а это, как правило, и гости нашей программы, и друзья нашей программы, имейте в виду сэндвич огонь. Сэндвич огонь и на самом деле достаточно такой хороший завтрак. Идея для прекрасного полноценного завтрака. Так, может, даже еще осталось. Смотри. Это можно просто так съесть. Так, первое блюдо у нас полностью готово. Сейчас мы сделаем быстро гарнир. Вот, из зелени, помидорок и орешков такой, ну, салатик замиксуем. И приступим к грушам. Ну, вот к вопросу о том, что мы можем подать на гарнир сюда, к колбаске кусун с гречкой и грибами. Это очень вкусно, я вам скажу. Мы можем с тобой, знаешь, сделать такой мини-гарнир. Легкий салатик. Да. Кто-то говорит, что это украшение. Я говорю, что это полноценная еда. Так, орешки. Выбирай любые, может быть, и те. Я думаю, надо и те, и те. Да и что нам, правда, стесняться? Давай и те, и те. Может быть, иди просто немножко. А пусть такие будут. Ну, да, я думаю, что скорее не так. Для похрустеть. Так, соль, перец. Это тебя попрошу сделать. А я возьму оливковое масло. Угу. И, собственно говоря, все. У нас все готово. Так. Может быть, мы прям, да, мы, может быть, оставим красоту. Нет, давай вот так вот я просто аккуратно переложу. Да, и вообще шикарно будет. И орешки. И орешки. А вот мы сейчас их так сверху, с помидорки сюда, и мы сверху. Вот так вот. Орешки. Еще одно блюдо у нас готово. Это можно есть прямо так. На самом деле, вы можете даже не обжаривать эту колбасу. Вы можете съесть ее вот так. Просто ее порезать. Но мы решили чуть-чуть вот, чуть-чуть похулиганить. Вот это блюдо, оно уже мое авторское. Но прежде чем мы к нему приступим, я тебе хочу, ну, не мне тебе рассказывать про комбинат «Молочный край». Вот, ты знаешь о них все. Ну, вот, наши производители. Конечно. Но вдруг, если кто-то не знает, я вам скажу, что комбинат детского питания «Молочный край» представляет новый кисломолочный продукт. Это йогурт термостатный. Вкусный, полезный и натуральный. Он и для вас, и для ваших детей. Что нужно делать? Спрашивать в магазинах города. Телефон отдела продаж 543294. Йогурт огонь. Что сейчас будем делать? Я предлагаю тебе разрезать груши пополам и вынуть у них сердцевинку. Лодочки делаем. Да, мы делаем лодочки. Тем временем у меня здесь на разделочной доске находится шея свиная, тоже усун, с брусникой. Она готовая. Да, она уже готовая. Она с клюквой. А, это клюква? Клюква. Я думала брусника. Ладно, все, беру свои слова назад. Значит, что нужно сделать? Я нарежу это мелким кубиком и мы это соединим все с творожным сыром. Добавим туда специи, а груши мы предварительно чуть-чуть поджарим. То есть, у нас будет такое, знаешь, груши фаршированные сливочным сыром, кусуном. И это будет вкусно. Это такая закуска. Так. Даже буквально вот нескольких этих кусочков будет достаточно. Скажи, пожалуйста, а вы же, ну, поскольку идея принадлежит правительству краю, я имею в виду Кусу, его создание, конкретно комитету, наверняка вы с производителями, когда они говорили, вот у нас есть такие-то, такие-то варианты. Были отработки, вы наверняка это пробовали. Обязательно. Мы собираемся, во-первых, приходят технологи с производства. Мы приглашаем специалистов с торговли. То есть, это такой некий у нас неформальный совещательный коллегиальный орган. Мы приглашаем всех сотрудников наших, со всех отделов. Понеслась. То есть, это такая работа, ну, кто-то думает, знаешь, как мне говорят, везет тебе вот, у тебя такая вкусная работа, ты все время с едой связана. Вы знаете, еда должна быть в удовольствии, вот, а когда ты должен по итогам дегустации еды заполнить протокол. Протокол, да. Высказать свое мнение и так далее. И еще прислушаться вкус, послевкусие. Опять же, люди все разные, правильно? Да, на самом деле, мы когда пробуем, мы понимаем, что, ну, детская, да, вот эта поговорка, на вкус и цвет товарища нет. Для нас принципиально, чтобы, какой состав, то есть, первое, если вот, допустим, кто-то из производителей выходит с инициативой, мы вот, как было с мясными продуктами, да, то есть, мы хотим, там, у нас есть линейка, мы ее разработали под этот бренд, мы бы хотели вам ее представить. Первое, что мы спрашиваем, дайте, пожалуйста, состав, что там будет, потому что мы все-таки, опять же-таки, это было решение принято коллегиально, приняли решение, что это будут натуральные продукты. Вот ты предвосвитила мой вопрос, потому что, смотри, ну, экономическая ситуация вообще в стране и в мире в целом оставляет желать лучшего. Можно было бы пойти, наоборот, по пути наименьшего сопротивления и сделать какой-то продукт более массовый, может быть, более дешевый. Ну, понятно, что там, конечно, были бы другие ингредиенты, ну, ну и ладно. Ну, дело в том, что, скажем так, недостатков товаров у нас-то нет, и поэтому... Нет, есть, у нас есть недостаток высококачественных товаров на самом деле. Вот, поэтому, в принципе, у потребителя есть выбор. Выбрать что-то качественное, натуральное, но слегка подороже, либо выбрать что-то, ну, что немного дешевле. Мы все ходим в магазин. Из совсем других мест. Вот, поэтому... Сейчас так корректно выразилось. Мы на самом деле поставили себе задачу найти некий баланс. То есть, это должна быть качественная продукция, натуральная, но она и не должна стоить каких-то невероятных денег. То есть, это вот должен быть некий баланс. По тому же чаю, да, из того, что мы на сегодняшний день понимаем, что в торговой сети они тоже понимают свою, скажем так, социальную ответственность, и там стоит минимальная надбавка. Угу. Вот. С точки зрения производителя тоже. Производитель понимает, что для того, чтобы продукт покупался, он не должен дорого стоить. Там тоже идет минимальная надбавка. Угу. То есть, есть некая такая вот социальная история, которая все равно... А как вот, ну, смотри, производители, я говорю сейчас не о конкретно там наших или не наших, любой бизнес нацелен все-таки на излечение прибыли, да, любая коммерческая деятельность, собственно, ради этого и ведется. И, ну, далеко, наверное, не все вот эту социальную ответственность понимают и принимают. Есть ли те, кто отказался? Да. Я быстренько посыпала сахаром и сейчас будем чуть-чуть карамелизовать груши, пока ты это учаешь. Нет, дело в том, что мы же, ну, это инициатива производителей. То есть, мы собрались и говорим, что вот есть такая идея, да, кто готов? Вот кто готов, кто-то сказал, я уже готов, да, и вот на сегодняшний день мы уже видим на прилавках эту продукцию. Кто-то сказал, нам нужно еще поработать. Есть и такие, да, поэтому в ближайшее время мы вот запланируем, что выйдет молочная продукция. Таких, кто отказался, есть те, кто не готовы были просто выйти. Кому-то нам больше времени поразмышлять, скажем так. Так, смотрите, груши мы вот так чуть-чуть сверху карамелизуем. Хорошая зарядка для речевого аппарата. Вот чтобы у нас просто такой красивый рисуночек появился. Сейчас даже выбираю с огня. Я вот просто присыпаю сахаром, сахар у нас плавится, и образуется та самая карамель. Пахнет... Мне кажется, я шли кольцами. О, это этот... Петушок. Петушок из детства. Петушок из детства, да. Совместно вот из сливочного сыра и вот того самого термостатного йогурта, о котором мы говорили, да. Это вот наши производители. Очень, кстати, здорово, что наши производители, они не просто не стоят на месте, они все время подключаются. Не просто какие-то новинки, да, выдают. Они стараются выйти с этими новинками и подгадывают к ярмарке. Конечно. Да, потому что это хорошая возможность вот так вот стартануть. А вот туда можешь прям закидать? А, нужно ее вот немножко сделать вот так, чтобы она хвостик прикрепла. Чтобы нижняя часть, да, тоже. Ой. Тут хорошо, да? Сразу карамель. Хорошо, пошло. Мишка, да. Тут даже задача не сколько поджарить, сколько собрать карамель по краям, чтобы было вкусно и красиво. Отлично. Наши лодочки готовы. Осталось только заняться сейчас производством того самого крема. Смотри, у нас опять же два варианта. Мы можем вот это мясо поджарить, но поскольку оно приготовлено по технологии сувид, так же... И у нас уже есть карамельная корочка. Да. Я думаю, что делать этого смысла нет. Вот. Что нужно сделать, так это вот мы сейчас соединим йогурт термостатный с небольшим количеством творожного сыра. Может быть, мы мелко порежем и добавим. Да, однозначно. Ты прям читаешь мысли. Итак, мы сейчас этим занимаемся. Вы смотрите короткую рекламу, после чего присоединяйтесь к нам, и мы уже подаем вам готовое блюдо. Эта программа будет вкусно. Совет хорошим хозяйкам. Обращайте внимание на стиральный порошок Ому. Почему? Конечно, потому что в первую очередь он эффективно отстирывает пятна, еще сохраняет яркость цвета, превосходно отбеливает и экономичен благодаря концентрированной формуле, а еще защищает от износа стиральную машинку. Ну, не чудо ли? Ну, и, конечно, если речь идет о чистой посуде, то это, конечно, средство для мытья посуды Sunlight, которое содержит натуральный сок лимона, эффективно удаляет стойкий жир и экономно расходуется. Ну что, у нас такой финальный этап. Да. Катя. Да. С тебя груша. А я, ты знаешь, мне наши операторы, поскольку они как мужчины являются маркером приготовления, да, и в процессе корректируют, они говорят, девочки, что-то мало мяса. Что это? Груша, груша, а где же мясо? Я дорезаю мясо. Итак, смотри, резюмируя, в июне выставка-ярмарка на Шилбр-27 с обязательным элементом, сейчас отдельной, так скажем, программой по фестивалю мороженого. Да. Будет народная уха? Будет народная уха. Будет вертолет с мороженым? Целый вертолет с мороженым? На первый день мы кушаем уху, а во второй день в это же время мы встречаем вертолет, целый вертолет мороженого и кушаем мороженое. И кушаем мороженое. Мы так же, как и в прошлом году, мы сделаем очередь централизованную, аккуратную, чтобы люди, чтобы все успели, чтобы никто никого нечаянно там не задавил, ставим наши уже традиционные лейера. У нас работают волонтеры, которые весь этот процесс контролируют и не допускалось, чтобы, не дай бог, там давки не было, да, или еще чего-то. Вот, поэтому следим за каждым моментом. Вот, еще, конечно, отдельное спасибо хочется сказать волонтерскому корпусу, который традиционно принимает участие в этом мероприятии, потому что ребята не просто помогают, да, рассказывают, где какие зоны находятся. Они делают колоссальную работу. Конечно. И, ребят, спасибо вам большое, потому что это такая классная команда. Все живут этим мероприятием. Вот, и вот для гостей выставки, знаешь, это вот праздник, условно, там, с 11 часов утра, там, с 10 до 10 часов вечера. Для тех, кто его организовывает, а это... А сколько это человек? Ну, так, суммарно, если посчитать. Ну, вот, если взять, допустим, ну, на самом деле... Ну, всех производителей и организаторов. Ну, это, наверное, больше человек, двухсот, мне кажется, даже. А если еще взять... Мне кажется, это по тысячу. Да, если еще взять, что у каждого производителя работает команда. Команда, конечно. Маркетологов, там, закупщиков и так далее, тому подобное. Продавцы, да, которые работают непосредственно на мероприятии, то, да, наверное... Артисты. Артисты, да, наверное... Про моих не забывай, пожалуйста. Я думаю, что даже здесь больше тысячи, можно сказать. Все сотрудники комитета работают над этим проектом, особенно, когда уже дело близится к кульминации, да, и непосредственно на самом мероприятии. Безусловно, мы все работаем наравне с волонтерами, наравне с организаторами, все присутствуют на площадке, помогают следить за порядком, чтобы, не дай бог, не потерялись дети, если потерялись, нашлись, чтобы было чисто, чтобы не было никаких конфликтных ситуаций, это очень важно. А потом, а потом я хочу сказать, что когда в первый день в 10 часов, в 8 часов вечера заканчивается основная программа, и жители начинают потихоньку покидать площадку, начинается новая застройка, и мы все продолжаем там работать. Пока. Ну, могу чуть-чуть вот, да, рассказать за кулисье? Давай. Примерно в 4-5 часов утра мы расходимся с площадки, вот, а в 6 утра у нас планерка по следующему дню. Вот, многие предпочитают не расходиться, а спать где-нибудь стоя там. В принципе, просто вот из того, что я припоминаю, в прошлом году ночь была прохладной. Да, существенно. Существенно прохладной, поэтому пришлось немножко скрыться. Но я просто к чему, что когда нравится то, что ты делаешь, вот, силы появляются буквально из ниоткуда. Да. Я сейчас скажу так, вот пока ты перемешиваешь, да, готовимся грушу наши подавать. Я вот сейчас скажу такую вещь, которую, ну, я это слышала, я это читала в тех же соцсетях, когда находятся люди, которые говорят, а зачем, ну, зачем все, ну, что вам, заняться больше нечем, ну, ну, делайте что-нибудь другое. Вот эти вот все праздники, вот эти вот все развлечения, ну, что, вот, пришла толпа детей с родителями, вот они набесились, поели, погуляли, и что, какая польза? Я прям даже интонацию, мне кажется, повторяю четко. Какая польза? Польза? Ну, давайте начнем с того, что, в первую очередь, это, у каждой категории, это польза своя. Во-первых, это мероприятие экономическое, то есть, это торговля, это такой хороший формат торговли, который называется ярмарка. Ярмарки очень такой интересный формат, и даже для производителей, для фермеров, это такой формат уникальный, мы, ну, они имеют возможность свою продукцию, да, те же самые фермеры. Представить напрямую. Представить людям, для того, чтобы вывести новый продукт, новый продукт, его же, ну, нужно же, чтобы люди про него узнали. Когда затраты на рекламу. Да, а когда есть такая возможность презентовать, у нас же очень большое количество людей приходит, когда есть возможность это все презентовать вот в два дня, мне кажется, это очень интересная история. С прошлого года, и в этом году это повторится, мы собираем не только производителей, да, у нас работает деловая площадка, да, то есть, непосредственно вот внутри этого мероприятия параллельно проходит биржа деловых контактов, проходят заседания, проходят круглые столы. Ну, это вот ты сейчас рассказываешь с профессиональной точки зрения, до того, чего не видят люди. Да, с точки зрения, другая сторона, да, с точки зрения потребителя, с точки зрения обычного человека, это возможность купить хороший, качественный продукт, потому что... Познакомиться с новинками. Познакомиться с новинками, купить подешевле. А я хочу сказать, что когда идет ярмарка, туда привозится наисвежайшее, вот только с производства. Провести хорошо время, поучаствовать в конкурсах. Провести время с семьей, посмотреть хорошую программу, пройтись по чистой, красивой набережной, которая на это время превращается в какой-то отдельный город, в отдельное такое царство с красивыми декорациями. Вкусно поесть, развлечься, пообщаться. Поучаствовать в рекорде. Поучаствовать в рекорде, подожди, это отдельно. Стать частичкой истории. Это правда, мне знаешь, что понравилось? Когда в прошлом году мы говорили, друзья, ну вот есть, конечно, небольшие сомнения, что мы сможем поставить рекорд, потому что, знаешь, одно дело уха, да, поесть вкусно, да, там. А другое дело напиток. Другое дело напиток. Но когда достаточно быстро стало понятно, что рекорд устанавливается, и главный редактор книги рекордов, вот, который приезжает традиционно к нам, он говорит, я очень люблю к вам приезжать, потому что я вижу, что не просто там организаторам важен рекорд, да. Людям важен. Вот. Я вижу, как люди заинтересованы, и как я некоторых людей в очереди вижу два-три, а он очень глазастый товарищ, я надеюсь, что он нас смотрит. Вот. И он говорит, я вижу, как люди делают это по нескольку раз, и говорит, спрашиваю, зачем, говорит, как рекорд, мы же как, мы же с Хабаровским краем. Патриотизм. Вот. Сейчас кто-то скажет, вот, там высокие слова, может быть, может быть, но люди в очереди делали это с огромнейшим азартом, поверьте мне. Смотрите, итак, у нас готово сегодня, а кусуна-то не осталось, да, напитка, я имею в виду, мы его, мы все готовим. Ну, так получилось, ну и ладно, вот, зато вкусно. Мы сегодня приготовили три блюда. Одно самое простое, да, мы поджарили колбаску на гриле, подали со свежей зеленью и овощами, и прекрасно. Мы приготовили сэндвич, мы приготовили закуску из груш со сливочным сыром, термостатным йогуртом и свиной шеей с клюквой. И все это приготовлено на основе продукции бренда Кусу. Полноценный ужин, завтрак, обед, кому как. Да, ну и красивая картинка в Инстаграм, мне кажется, тоже будет хорошо, да, это тоже важно. Друзья, следите за всеми новостями, в июне снова устанавливаем рекорды, гуляем, отдыхаем, вкусно едим и наслаждаемся жизнью. Мне кажется, в этом тоже хорошая такая цель и предназначение. У нас на сегодня все, пока. Субтитры подогнал «Симон»